Сначала перестали работать карусели и колесо обозрения, затем вандалы сожгли зеленый театр. Своё лицо Центральный парк культуры и отдыха потерял быстро. Преображение же растянулось почти на четверть века. Первое обещание создать здесь полноценное место отдыха с плавающим фонтаном появились в 2013 году. Однако сроки реконструкции постоянно отодвигали. Властям не удавалось привлечь достаточную сумму частных инвестиций. Хотя первые шаги преображения все же были сделаны. Четыре года назад здесь появились новые лавочки, урны, обновлена входная группа появилась первая велодорожка. Надежда на окончание большого ремонта появилась в прошлом году. Рязань вошла в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Благодаря этой федеральной программе в областном центре благоустроят 12 зон отдыха. В этом году из небытия должны вернуться лесопарк, Центральный парк культуры и отдыха, Железнодорожников и парк имени Гагарина. Те в ногу со временем лесопарку должен помочь спортивный центр под мостом, ЦПКО, пляж и пешеходный мост через Рюменский пруд. За грандиозной перестройкой понуро наблюдает старейший парк Рязани, Нижний городской сад, за филармонией. Двухсотлетие ему придется справлять со старыми фонарями. Он не вошел в федеральную программу. Не хватает лавочек, не хватает нормального освещения, хороших фонарей красивых, не хватает банально клумб, цветов, просто чтобы было ухоженно, красиво. Хорошего асфальта тоже не хватает, ступенек комфортных, как въездная вот эта зона, въездные ворота, вот эти так называемые, со стороны улицы Ленина, тоже, к сожалению, они в очень плачевном состоянии находятся. Это все, конечно, портит облик этого парка. Все это подмечают и сотни туристов, рассказывает Ксения. Ведь находится зеленая зона в окружении замечательных исторических зданий, чего стоит только летний клуб дворянского собрания и бывшая усадьба Гаврила Рюмина. С историей или без, неважно, уверяют рязанцы. В областном центре каждый парк на вес золота, ведь всего их чуть больше двух десятков. В Рязани, в принципе, как воздух, нужны дополнительные зеленые зоны. Мало, больше надо. Для отдыха для чего? Дышать нечем. Кровом асфальт. Ну как же, вот с детьми прийти погулять, самим подышать воздухом. Хотелось бы, чтобы больше было зелени и водоемов, чтобы было где посидеть и отдохнуть, чтобы было красиво, чтобы воздух был хороший. Идея создания Нижнего городского сада в начале 20 века, первой городской зоны отдыха, появилась во времена, когда Рязань была застроена усадьбами со своими садиками и огородами. Павловский дом – единственный сохранившийся с тех времен ансамбль дворянского быда, наглядное тому подтверждение. И несмотря на то, что Рязань буквально утопала в зелени, городские власти начали создание общественных зон отдыха. Так появился Нижний городской сад, вслед за ним Рюмина роща и многие другие. Сегодня, к сожалению, парков в Рязани не так много, поэтому судьба каждого из них под пристальным взором рязанцев. Елена Макарова, Сергей Громотеев, Александр Бредихин. Вести. Рязань.